Друзья, всем привет! В этом видеоролике я хочу вам рассказать одну жизненную, невыдуманную историю, которая произошла с моей семьей, а в частности с моим отцом. 10 лет он отдал службе родине, прослужил военным, после чего ожидал получить свой сертификат на улучшение жилищных условий. Простыми словами, получить сертификат на покупку двух-трехкомнатной квартиры. Но по истечению 10 лет произошла очень интересная ситуация, на основании которой государство его кинуло на законных основаниях. Мы прошли кучу судов, мы со многими юристами работали, после чего опять же мы поняли, что каждый второй юрист в нашей стране в первую очередь основную задачу ставит перед собой, как получить ваши денюжки. А уже только потом пытается вникать в ваш вопрос. Поэтому присаживайтесь поудобнее, я сегодня вам расскажу очень интересную жизненную историю, которая многим из вас в жизни может пригодиться. Я вижу статистику аудитории канала и понимаю, что собраны люди взрослые. Тем не менее, в этом ролике я не хочу затрагивать никакую политику. Я вам хочу рассказать живую историю, чтобы каждый из вас понимал еще раз, в очередной раз, что в нашей стране выгодно быть немощным, несчастным, бедным. О чем я? Вот в этом ролике я детально расскажу. Знаете, всегда мечтал сделать так. Уроки монтажа. День, сейчас будет ночь. И снова день. И как вы догадались, за уютную атмосферу у нас сегодня будет отвечать вот этот газовый уличный обогреватель от компании BALU. Он сегодня является спонсором выпуска, поэтому давайте я вас с ним познакомлю и после чего мы перейдем к нашей истории. Давайте я вам кратко расскажу, из чего вообще состоит конструкция. Во-первых, стоит отметить, что если вы его заказываете по Московской области через сайт Русклима, то вам вообще нет смысла заморачиваться со сборкой данного обогревателя. Потому что у них есть доставка, бесплатная сборка и в подарок вам еще привезут баллон полный газа. То есть сам по себе баллон идет. Всем остальным по нашей стране, отмечу, что связывайтесь с вашими поставщиками, уточняйте. У них все ссылочки я оставлю, естественно, в описании. Конструкция на самом деле очень простая. Идет у вас инструкция, которую стоит почитать. То есть вы сами сможете собрать его, я думаю, в течение часа. Здесь все пошагово расписано. Касаемо газа, как им пользоваться, все расписано. Как его снимать, для того, чтобы вы съездили, заправили его. И как его в целом собрать. Но кратненько вам скажу. Он приходит у вас в большой коробке, все разбираете. Сначала вы собираете нижнюю часть, все направляющие ставите. Потом ставите газовое оборудование. Параллельно с этим поднимаете вот эти направляющие. Сеточка ставится. И ставится сверху у вас эта шляпа, получается. Отражатель он же. И внутрь вы ставите колбу. То есть все элементарно и просто. Если вы полазите по интернету, вы увидите, что подобные вещи, итальянские, например, стоят в полтора-два раза дороже. Есть китайские аналоги, которые стоят дешевле, но они, как правило, на один сезон. Там все будет настолько хрупко, что лучше даже тогда не покупать вообще. А вот эта вот модель, это как раз самое идеальное сочетание цена-качество. Базовая версия без пульта будет стоить 35 990 рублей. Топовая версия с пультом дистанционного управления будет стоить 52 990 рублей. Но не забывайте о том, что, ссылаясь, что вы от Машкова, вам сделают дополнительную скидочку. Как это все дело работает? Допустим, если у вас версия без пульта, вы открываете, нажимаете на кнопочку и задерживаете ее. При этом не забывайте, что у вас здесь стоит вентиль. Оп, пошел газ, все, он загорелся. У вас здесь идут две большие батарейки. Когда вы перестаете им пользоваться, естественно, лучше закрывать вентиль. Все очень надежно, то есть переживаете, что что-то взорвется. Не стоит, ребята, изучите, что такое газ пропанк. У него есть три режима, если мы покупаем версию с пультом, как в моем случае. Первый, самый низкий, потом повыше. Ну и третий режим, то есть во всю колбу он будет гореть. Сама по себе конструкция сделана из нержавеющей стали. Соответственно, после дождей там боятся, что что-то заржавеет не стоит. Но в любом случае к нему можно докупить чехол, который обязательно нужно сделать. На зимнее время вы можете его накрывать. Когда вы, например, долго не пользуетесь, знаете, что дожди будут идти, все равно одевать. Потому что от осадков в любом случае какой-то негативной последствии будет оставаться. Далее, для того, чтобы его передвигать по периметру, где-то по участку, у него идут колесики. Это сделать действительно очень удобно, и они есть с фиксаторами. Например, мы поставили его в одном месте, все, мы их закрываем. Соответственно, сейчас он никуда не денется. Я понимаю прекрасно, у вас есть дети, которые могут подойти и прислонить руку. Ничего не произойдет. Как бы долго он не работал, сама по себе колба будет горячая. Но вот эти части, они не нагреваются. Соответственно, переживать о том, что кто-то обожгется, не стоит. Единственная часть, которая здесь нагревается, это дожигатель и отражатель. Вот это самая основная часть, куда не стоит прикасаться. Применять его стоит либо на улице, либо в хорошо проветриваемом большом помещении. Засовывать его в дом ни в коем случае нельзя. И самое главное, касаемо площади обогрева, она здесь доходит практически до трех метров. Вот даже несмотря на то, что мы сейчас с вами стоим на открытом пространстве, легкий ветерок бывает. Вот я стою, например, на расстоянии метра, все равно доносится тепло. В вечернее время, если рядом поставить стульчик, например, сел, чай попить. Но мы это уже делали неоднократно, реально очень хорошо. Особенно, если не будет ветра. У некоторых же есть такие участки, где вообще нет ветра, заборы стоят, верандочки стоят. Вам это вообще будет просто за глаза, особенно если вы поставите две штуки слева-справа. Газовый обогреватель BALU создает уют и тепло в вашем доме. Я им пользуюсь уже на протяжении трех недель и могу с уверенностью вам сказать, что вещь действительно достойная. И вот вечерами садишься с семьей, просто-напросто ты наслаждаешься жизнью. Соответственно, все те, кто заинтересовались, по промокоду скидка будет 10%. Вся информация остается по ссылочке в описании. А как он работает и какую атмосферу он создает, вы увидите в этом ролике. Ну, наконец-то мы дошли до основной темы выпуска. Эта история происходила на протяжении примерно 15 лет, но я вам ее постараюсь рассказать кратко минуток за 15-20. Мой отец родился в 1969 году. У него не было отца, его воспитывал мой прадед, его дед. Мой прадед принимал активное участие в Великой Отечественной войне. Отец, обучаясь в школе, строго принял для себя решение, что он хочет стать военным. На тот момент многие мальчишки хотели, собственно, после школы пойти либо служить в армию, либо обучаться и становиться военными. После 9 класса он поступил в военное училище, которое находилось в городе Ульяновск. Там он проходил обучение-службу и там же он познакомился со своей будущей женой, моей мамой. После окончания обучения его по распределению отправили служить в Туркмению, в город Черджоу, где, собственно, он прослужил примерно 2 года. А в 1992 году его по распределению отправили служить в воинскую часть в Московской области. Сейчас эта часть уже относится к Тульской области. Воинская часть 56-707. Направление этой воинской части было спецсвязь. Шифровали они переговоры, как говорили мне, президентов. Так вот, в этой воинской части я начал расти. Я пошел там сначала в детский сад, потом я пошел в школу, а мой отец продолжал служить народу. Значит, на тот момент и на сегодняшний день, я, конечно, сейчас могу ошибаться, была следующая история. У тебя должна быть выслуга лет 10 лет, после чего ты получаешь право на сертификат. Сертификат тратился на улучшение жилищных условий. Простыми словами, тебе давали как бы деньги, которые ты мог потратить на покупку себе квартиры. И многие военные и тогда, и сегодня шли служить вооруженной силой исключительно ради такого сертификата. Потому что была возможность изначально в процессе службы проживать в съемном жилье государственном. А после чего ты мог получить свое жилье. Он прослужил до 1999 года. После чего написал рапорт об увольнении. Как раз это был период, когда он закончил свои 10 лет. Значит, почему он уволился? Это была исключительно собственная инициатива. Как он рассказывает, просто понял, что начал деградировать. В воинской части по-другому быть не может. Каждый день одно и то же. Никакой инициативы быть не может. Всегда на тобой есть вышестоящий начальник. Как тебе скажут, так ты и делаешь. Соответственно, многие из вас служили. Все вы об этом прекрасно понимаете. После чего, уволившись из воинской части, он, естественно, пошел искать себе работу. И он пошел работать в бизнес. И работал он в Кашире непосредственно, где мы сейчас находимся, и в Москве. Воинская часть от Каширы находилась в лесу, в 40 километрах отсюда. То есть едешь по М4, потом в лес, и там ты находишься. То есть там и проживали, он утром просыпался и уезжал на работу. Так продолжалось примерно два года. Он уволился в 99 году и, собственно, встал на очередь на получение этого сертификата. Очередь, это, как всегда, отдельная история. В нашем случае она шла два года. Вот эти два года, пока длились, он заработал первоначальный взнос на ипотеку. Первоначальный взнос на квартиру, который находится тоже здесь неподалеку, я про нее рассказывал, буквально от нас в одном километре. Это трехкомнатная квартира площадью 70 квадратных метров. Соответственно, мы подаемся по документам на эту ипотеку через Сбербанк, все проверяется. Нам говорят, да, без проблем, вы можете ее получить. Он приходит к себе в воинскую часть, ему говорят, что да, вам скоро дадут сертификат. Соответственно, мы оформляемся по ипотеке и начинаем уже переезжать в эту квартиру в 2001 году. И вроде бы все довольны, все счастливы, мы начинаем платить этот кредит, думая о том, что вот скоро нам дадут сертификат, и мы, соответственно, им закроем этот кредит и будем счастливыми людьми. У нас теперь есть свое жилье, мы можем жить. Служба закончилась, гражданская жизнь началась, все довольны. Но в один прекрасный день, в кавычках, происходит следующее. Ему говорят, слушай, а тебе сертификат больше не положен. Вот сейчас начинается такая кульминация. Вот все те, кто отдают долг родине в любых структурах, где бы вы там ни работали, ни служили, если у вас нечто подобное есть, что вам там обещают сертификат, вот слушайте внимательно. Что происходит в этот момент? Ему говорят, ты улучшил свои жилищные условия. Каким образом? У тебя теперь есть квартира. Мы, соответственно, собираем все наши документы. Тогда еще на документах ставилось то, что, например, условно, не твоя собственность, то, что все находится в залоге у банка. То есть ты вроде как твое, но на самом деле правообладатель, пока ты не выплатишь, соответственно, банк. Мы приходим и говорим, смотрите, нету ничего у нас. Мы платим и мы рассчитываем, что мы этим сертификатом закроем наш кредит. Но нам говорят то, что нифига, все, как бы по закону у вас есть жилье, соответственно, вы смогли улучшиться, поэтому продолжайте платить. Естественно, здесь происходит недопонимание. То есть, с одной стороны, мы считаем, что правы мы, а с другой стороны, стоит воинская часть, силовые структуры нашей страны. Там совсем другая политика. Однозначно нужно идти в суд. Другого варианта нет. Тут же он начинает обращаться к различным юристам. Подчеркиваю, это 2001 год. Нет такого развития интернета, как сегодня, что ты можешь зайти, посмотреть, почитать про кого-то отзывы, изучить, например, деятельность, ну, к примеру, там, Ярдрея или других юристов, понять, что к нему стоит обращаться, к нему не стоит, тогда было все иначе. Он приезжает к одним юристам, те говорят, да, все, без проблем, мы сейчас это дело вот так вот выжмем, оплачиваем, будем заниматься. Он оплачивает. Они начинают готовить документы, проходит долгое время, суды, на основании которых нихрена, вам ничего не положено. А на суде выясняется то, что эти юристы, они два слова связать не могут. То есть они вообще абсолютно к делу не подготовлены, они проиграли его, но, тем не менее, деньги-то они свои взяли, и они документы составляют так, что ты к ним никак не прикопаешься. Это сюда же наматывайте себе на уст. Ему на тот момент было практически 32 года. По сути, наш с вами ровесник с кем-то, да. Что происходит дальше? Дальше он обращается по следующим инстанциям, идет к следующим юристам, ищет каких-то знакомых юристов, которые начинают рассказывать, что, слушай, блин, ну это такая история, ты вот вляпался, так делать нельзя. И выясняется то, что здесь появляется такая некая правда, как нужно поступать в нашей стране. Соответственно, то, что он предпринял решение сделать по-честному, дождался сертификата, отслужил, и уже ожидал его получения, когда ему сказали, все, там буквально в течение месяца вам его дадут, сделал поспешный шаг и пошел раньше получать эту ипотеку. Вот здесь его была ключевая ошибка, после которой просто шага назад уже было сделать невозможно. Хотя давали советы из серии, вам нужно сейчас переписать квартиру, вам нужно это все изменить, что у вас как будто бы ничего нет. Но на деле это уже никак не помогло. Потому что мы сначала пытались это сделать, думали, ну раз так по закону можно, раз это говорят юристы. На деле получалось так, что проходила еще одна судебная инстанция, еще, еще, и в итоге мы постоянно все эти суды проигрывали. При этом все его заслуги перед отечеством, так, например, была чеченская компания в 95-м году, и их в срочном порядке, ну его в частности в приказном порядке, отправляли в Чечню на один месяц. Никого он там не убивал, они сидели на какой-то горе, но обеспечивали связь. Но сам факт того, что там были боевые действия, повсюду постоянно шли стрельба-пальба, конечно, ему выплатили аж три оклада за этот месяц, но тем не менее, все вот эти заслуги, которые, как ему казалось, то, что ну я же отдал долг, хрен тебе, все, ты сейчас должен платить этот кредит дальше сам, и никого не волнует абсолютно. Вдруг у тебя завтра не будет работы, вдруг ты ее потеряешь, как это происходит сегодня. Всем абсолютно плевать, в частности, нашему государству. И параллельно со всем этим делом у него были точно так же сослуживцы, которые ожидали свой сертификат. У кого, например, были родители, у кого там был домик, да, родители умирают, ну ребенок должен вступать в наследство родителей. И здесь вставал вопрос. Они начинали взвешивать, смотрели, так, допустим, сколько стоит этот домик, где он находится. И если домик, естественно, находится в деревне, он не так выгоден, как квартира в городе, люди просто-напросто не вступали в наследство. Потому что, если ты вступишь, у тебя есть дом, все, какая тебе квартира, она тебе уже, получается, будет не положена. Либо же, это будет отдельная история, тоже надо будет судиться. Вы сами прекрасно знаете, кто в этом принимал участие, кто с этим столкнулся. Напишите обязательно в комментарии, как минимум мне это будет интересно почитать. И подчеркну и напомню, что быть военнослужащим в 90-х годах, это было гораздо сложнее, нежели чем сегодня. Это сегодня там военным поднимают зарплату тогда. Все, можно сказать, были нищие, денег у них ни у кого не было. И все, что ими движело, да, вот с точки зрения благов, это вот этот сертификат. И вот все эти суды подходили к концу. Естественно, мы уже понимали, что ни хрена нам ничего не дадут. А в силу того, что у нас появилась квартира, нас уже начали выселять из той квартиры. Потому что изначально мы были прописаны в воинской части. Нас сначала тоже пытались там судами выселять, выселять. И таким образом нас даже выселили, потому что у нас вот есть жилье. Все, нас послали нахрен. Таким образом уже тогда он понимал, понимаете, что государство-то нужен только в тот момент, пока ты несешь свою службу. Как только ты закончил служить, все, иди нахрен, никому ты уже не нужен. И то же самое происходит, в принципе, по всему миру. Может кто-то привести там примеры Европы, еще чего-то. Но полно там же бездомных даже людей, которые когда-то были военными, они стали просто-напросто брошенными. В заключении этой истории я хочу высказать такую мысль, которую нам сказал один из чиновников. Когда мы проходили уже последние суды, он говорит, слушайте, ну что же вы такие дураки? В нашей стране выгодно быть нищим, быть жалким, быть несчастным. Нужно, чтобы на тебе был вот старенький москвич, какой-то, может быть, в лучшем случае гаражик, и все. На твоих детях может быть все, что угодно. На твоих родственниках может быть все, что угодно. Квартиры, пароходы, яхты, ну у кого как есть. А на тебе должно быть просто ничего. Как вот и происходит сейчас у нас с современными чиновниками. Посмотрите сами, есть различные расследования, где показывают, что у него там вот Волга, квартир какая-то небольшая, а на детях 18-20-летних огромные пентхаусы. И тогда мы просто-напросто поняли, ну в частности мой отец, он мне рассказал эту историю, что в нашей стране просто, ну по-другому нельзя. Нужно, как правило, везде проявлять вот такую называемую смекалку. А по-честному, когда ты совершаешь, вот казалось бы, да, вот он все сделал как положено, дождался, понимал, что скоро дадут, пошел, взял ипотеку, думал, сейчас перекроется, ну и все. Хрен тебе. То же самое происходит и сегодня вокруг нас, вот с пенсионным возрастом. Сейчас поднимают его, поднимают. У нас люди-то в стране проживают в среднем там до 60 лет, а его все выше и выше поднимают. То же самое происходит с бизнесом. Вот мы с 2001 года, они занимаются бизнесом. Я, получается, индивидуальным предпринимателем с 2012 года стал 8 лет. Ни разу никаких поддержек от государства мы на себе не ощущали. Многие говорят, вот там дом, что ты жалуешься, у вас дом, машина есть. Ты понимаешь, когда ты вкалываешь, у тебя должно быть в два раза всего больше. И так по всей стране. Но почему-то у нас люди привыкли считать, что если на хлеб с маслом есть, то все уже, жизнь хороша. А при этом посмотреть, как живут у нас чиновники. И самая суть того, что я хочу подвести, что в нашей стране вот реально выгодно показывать себя немощным, что у тебя ничего нету, что ты бедный и несчастный. Это я прям вот отдельно хочу, чтобы намотали на ус себе молодежь. Чтобы вы не думали, что круто у нас ходить показывать, какой ты богатый. У нас наоборот, круто как минимум по документам вести так, что у тебя ничего нету. Поэтому на будущее все, кто служит, все, кто хотят пойти служить, все, кто хотят пойти, работают туда, где по меркам социальной поддержки вам должны дать какой-нибудь сертификат на улучшение жилищных условий. Вот запоминайте, что с вами может произойти. И хочу сделать акцент, что данную историю я записываю не для того, чтобы поплакаться, рассказать, смотреть, какие мы бедные и несчастные. Нет. Конечно же, у отца моего, в силу того, что это он потратил 10 лет своей жизни на службу и вот получил такой финал, осадочек остался. В целом, задача одна ключевая, чтобы люди, кто смотрит этот ролик, хотя бы один из них посмотрел и сказал, да, это действительно полезно, я возьму это на вооружение. Все. Миссия сразу выполнена. Я понимаю прекрасно, что куча по нашей стране военных, кому удалось получить сертификат, кто переехал в свои квартиры, кто живет там, продолжает жить и всем доволен. Ну и также есть значительный процент людей, кому по закону отказали в этом, в силу того, что они были юридически или финансово неграмотными. Поэтому, ребята, изучайте, как работают законы в нашей стране. Не на бумажке, а судебная практика. Это самое важное, что в жизни действительно пригодится. И самое главное, подчеркну еще раз, для молодежи, прежде чем что-то подписать, сделать какой-то шаг, нужно продумывать это все на 10 шагов вперед. Вот эти истории мне рассказывают мои родители. Я это все слушаю и понимаю, что государство кидает, юристы, к которым они обращались, кидают, банки, в дальнейшем они брали кредиты на развитие бизнеса, кидают, потому что сегодня я изучаю кредитные договора, читаю кредитные договора, которые были у них заключены раньше, и понимаю, что там обманули со страхованием жизни, там загнули процентную ставку, сначала указали одну, через месяц ставка стала совсем другой. И так происходит вокруг. И знаете, что самое удивительное, что когда об этом рассказываешь людям, вот, например, я делаю сейчас эту публикацию, и вы увидите в комментариях, что будут те, кто будет злорадствовать, кто будет говорить, а ведь так вам и нужно, кто придумает какую-то историю о том, что военный, например, я почитал уже там комментарии, я делал публикацию в сообществе YouTube, что уже пишут, а вот он служил евреем, вот он шел убивать людей, соответственно, что 20-30 лет назад отношение к военной службе было совсем другое, не такое, как сегодня. Я вам рассказываю историю, которая была 30, ну, 20 лет назад, но она и сегодня может произойти с любым человеком. И вот особенно я хочу обратиться к молодежи. Не сидите в социальных сетях, не сидите в этих тиктоках, читайте, развивайтесь, учите историю, становитесь более продвинутыми, как минимум, финансово грамотными, потому что в нашей стране и вообще в нашем мире вам стоит рассчитывать только на себя и на свою голову. Никому доверять особо нельзя, за всеми нужно все перепроверять и любой шаг, особенно с точки зрения подписания каких-то важных документов, всегда нужно все согласовывать и продумывать наперед, чуть ли не на 10 шагов. Вот такая вот невыдуманная жизненная история, которую я хотел с вами поделиться. Если вам в принципе понравится, будем стараться собирать интересную информацию, поднимать что-то, чтобы вот так же вечером можно было сесть, душевно пообщаться, тем более сейчас самоизоляция, время свободное есть. Но я в любом случае считаю, что подобная история с одной стороны вроде как развлекательная, а с другой стороны полезная, потому что есть что намотать на уст как минимум чужой опыт. Подписывайтесь на инстаграм, обязательно подписывайтесь на канал, пишите ваше мнение по этой ситуации в комментарии, рассказывайте ваши истории, будет интересно послушать. До новых встреч, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok